Вы смотрите масс-медиа Камчатка. Сегодня в выпуске. Пациент хирургического отделения Камчатской краевой больницы заявил, что нашел в тарелке червяка. На Камчатке мигрантам продавали сертификаты о владении русским языком. Любовь к алкоголю и ревность к возлюбленной привели жителей поселка Ключи в колонию. Подробности далее. Пациент хирургического отделения Камчатской краевой больницы заявил, что нашел в тарелке червяка. Видео больничного обеда сейчас разлетается по социальным сетям. Редакция МОСМедиа обратилась в администрацию лечебницы за разъяснением ситуации. У нас производится ежедневный контроль приготовления пищи. Данную информацию я могу только сказать, что она, скорее всего, неверна. И это, вероятно, какой-то блогер, может быть, который хочет очередных лайков или еще что-то. Но если выражаться более, скажем так, языком закона, если он нашел у себя в тарелке какого-то червяка, то он должен был это все зафиксировать. Соответственно, он должен был выяснить, какому сотруднику он это предъявил, то есть какой медсестре. То есть я сто процентов уверен, если бы медсестре он это предъявил, медсестра бы, естественно, доложила об этом дежурному доктору. Ничего подобного не было. Соответственно, это, скажем так, блогерская уловка и ничего более. В больнице заявили, что готовы к любым проверкам. Сейчас, если в СМИ вышла данная информация, то контролирующие органы обязаны отреагировать. Соответственно, это значит, что придут к нам специалисты из санэпидеморганов и начнут проверять. В принципе, мы этого не боимся. Пожалуйста, пускай приходят. У нас там просто все стерильно и идеально. Потому что то, что, скажем так, было когда-то, возможно, какие-то нарушения, да, сейчас это просто нереально. Массмедиа Камчатка следит за развитием ситуации. Помогал незаконно находиться в России. Мигрантам продавали сертификаты о владении русским языком на Камчатке. Около 50 иностранцев оказались на территории региона с липовыми сертификатами. Благодаря экс-инспектору филиала по Камчатскому краю ФГУ паспортно-визовый сервис МВД России. Против него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, инспектор филиала по Камчатскому краю в ГУП паспортно-визовый сервис одновременно дистанционно работал в Беждународном центре языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского государственного университета дружбы народов имени Патри Солумумбы. Используя свое служебное положение из корыстной заинтересованности, он организовал беспрепятственный прием экзаменов и незаконную выдачу иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знаний истории и основ законодательства России. Документы предоставляли мигрантам право на получение разрешений на работу, либо патентов, которые гарантировали их дальнейшее законное пребывание в Российской Федерации. За деньги обвиняемый легализовал нахождение на территории региона не менее 50 иностранных граждан. В сеть слили очередную аудиозапись, на которой, по словам осведомленных источников, слышны голоса, очень похожие на голоса Александра Лепатова, главного депутата по Елизовскому району, и депутата города Елизова Олега Мартынюка. Предмет обсуждений – первый вице-губернатор Сергей Нехаев. Если кратко, то в первой части аудиозаписи, которая распространилась по сетям ранее, участники беседы были крайне недовольны деятельностью Нехаева и думали, как решить с ним вопрос. Понимаете, чтобы я рот закрыл и сидел молчатой. Понимаете? И мне, что я боюсь этого, 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 этого схематозника. Я в Владивосток позвонил. Вот эти. Что за черт? Они говорят, это неприятнейший. Неприятнейший. Он сидит на схемах. Ну, ладно, подожди, мы не по схемам, мы по самому положению. И поэтому, да, поэтому нужно закрыть этот вопрос и идти дальше. На второй аудиозаписи, по словам источников, ранее озвученные Лепатов и Мартынюк, в компании брата бывшего главы паратонки Юрия Бабака обсуждают, как быть с уголовным делом главы Елизова Артема Гоглашвили. Подошел к Михаилу, что сказали. Личная просьба. Это личная просьба. Понятно. А вчера была положительная или нет? Нет, вчера была информация. Ну, что его освободили, и он находится в доме. Что его освободили, и он находится в доме. Не при всех. А при всех. Это как, положительная или отрицательная? Вы мне не задавайте вопросы. Я вам, что мне Мария сказала. Нет, нет, мы спрашиваем. В общем, понятно, что это положительная информация. Получить комментарии от главных действующих лиц этого аудиоблокбастера корреспондентам масс-медиа пока не удалось. Напомним, что и Олег Мартынюк, и Александр Лепатов ранее уже оказывались в центре скандалов. Так, например, за Мартынюком в те времена, когда он еще занимал место городского главы и главного депутата Елизова, тянулся целый шлейф некрасивых историй, идущих в разрез с законом. В том числе он попадался на том, что нанимал на место руководителя аппарата собрания депутатов людей, не соответствующих занимаемой должности. Разбираться в этом тогда приходилось прокуратуре. Сам же Мартынюк распрощался с креслом главы в декабре прошлого года. Суд тогда удовлетворил иск прокурора о досрочном прекращении его полномочий в связи с допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. Чем закончится новая скандальная история, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Любовь к алкоголю и ревность к возлюбленной привела жителя поселка Ключи в колонию. Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего мужчины. В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре прошлого года подсудимый, ведомый ревностью, напал на спящую сожительницу и нанес ей побои. Он же в марте этого года в алкогольном опьянении по тому же мотиву вновь напал на возлюбленную, применил болевой прием, заломив руку за спину. В следствии его действий 35-летняя потерпевшая получила травму в виде винтообразного перелома в средней и нижней трети левой плечевой кости. Травма, квалифицированная экспертами, как причинившая тяжкий вред здоровью. Ранее фигурант был неоднократно судим за совершение преступлений против жизни и здоровья, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый свою вину признал, пояснив, что причина его агрессии связана с его пристрастием к алкоголю. Ему назначили два года, девять месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор судам еще не вступил в законную силу. Расширят отдельные участки, обустроят тротуары и восстановят освещение. К ремонту дороги на улице «Космический проезд» и проспекции Алковского улица Академика Курчатова приступили в Петропавловске. На объектах побывал мэр города Константин Брызгин. Здесь происходит ремонт дорожного полотна протяженностью почти полтора километра. Будет произведена замена дорожного полотна, что очень важно. Этим проектом предусмотрено расширение дорожного полотна, потому что здесь в отдельных местах оно было ненормативным. Кроме этого будет восстановление освещения, замена светильников. Самое главное, что мы сделаем с двух сторон пешеходные зоны полноценные, отделенные от проезжей части зелеными насаждениями. Проектом данным предусмотрена восстановительная посадка деревьев, взрослых деревьев. 250 деревьев будет высажено. Константин Брызгин добавил, что всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустроят 12 участков. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались уже практически на всех объектах. Введется подготовительная часть, завозятся материалы, подготавливается дорожное полотно. В общем, мы полноценно приступили к ремонтному сезону. В рамках дорожно-строительного сезона работы проведут также на улицах «Савченко», «Восточное шоссе», «Пономарёво», «Морская», «Давыдова», «Кирдищево», «Халактырское шоссе» и «Степная». А также вдоль проспекта «50 лет октября-18» до детской краевой больницы и на участке дороги от стелы микрорайон «Завойко» в сторону города. Продолжатся и работы в рамках подпрограммы развития уличной дорожной сети муниципальной программы развития транспортной системы Петропавловска. Это, к примеру, строительство дороги от микрорайона «Заозёрный» до Холохбирского пляжа и очередной этап ремонта дороги – улица Академика Курчатова, улица Ларина, строительство примыкания к федеральной трассе. Также в краевой столице продолжается ямочный ремонт. Во второй части выпуска Массмедиа Камчатка смотрите. Схему движения в центре Петропавловска изменят позже запланированного из-за дождей. Камчатцам наглядно показали, чем грозит неосторожное вождение. Шедевры киномузыки смогут вживую послушать жители Камчатки. Подробности далее. Мешает погода. Перекрытие Ленинское в центре Петропавловска переносится. Из-за дождей пока нет возможности нанести временную разметку на Советской, где на период ремонтных работ, проводимых водоканалом, будет двухстороннее движение. Поэтому запланированного на 27 мая ограничения движения по Ленинской пока не будет. О сроках в мэрии сообщат дополнительно. Подрядчик устанавливает временные знаки по улице Советская, а также подготавливает и настраивает светофоры на период организации двухстороннего движения. Как только позволит погода, выполнят все необходимые работы по разметке на дороге. Шесть дорогих машин, которые пострадали, к счастью, только в ролике. Камчатцам наглядно показали, чем грозит неосторожное вождение. В регионе сняли социальный ролик, который призывает следить за дорогой. Главные роли исполнили актеры Камчатского театра драмы и комедии Сергей Братенков и Дарья Рвачева, а также воспитатель детского сада номер 17 краевой столицы Алина Башкова. Я смотрел раскадровки, я записывал пробы, а потом мне сказали, что нужно водить очень дорогую машину, которая вроде как, я могу ошибаться, но в единственном каком-то экземпляре здесь. Я уже испугался сразу. Изначально у меня там не должно было быть вообще. Там должен был сниматься только мой муж. Но получилось так, что он утром встал, я его проводила на съемке, легла дальше спать, проходит 15 минут, звонок. Просыпайся, ты нам нужна. Я такая, что происходит, зачем, как? Он такой, девочка одна не может, приезжай, ты нам нужна. По сценарию молодой человек отвлекается за рулем, засмотревшись на девушек, которые пытаются поменять колесо своего авто. Казалось бы, что может случиться, если на секунду посмотреть в сторону? По словам ребят, съемки заняли много времени. Было холодно, особенно досталось девушкам. Но чего не сделаешь ради работы. Безумно холодно. Это было очень холодно. Нет, ну знаете, с одной стороны я поняла, почему все так хотят норковую шубу. В ней действительно было не холодно. Но при условии, что я работала без шапки, а у меня, как видите, очень много проколов в ушах, и металл на морозе ведет себя определенным образом. Я очень переживала, что я засужу себе уши. У меня была тонкая обувь, у меня была юбка с разрезом до середины бедра. На улице было минус 20. Короткий топ. Только по официальной статистике, ролик, который удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке дорожно-строительной компании «Устой-М», посмотрели более 200 тысяч человек. Он разлетелся по многим социальным сетям. Его пересылали друг другу в личных сообщениях даже за пределами региона. И, конечно, он не остался без внимания. Многих волновал один вопрос. Когда мне начали все отправлять его в соцсетях, начали все спрашивать, правда ли, что столько машин разбилось. То есть настолько был хороший монтаж, что у всех было удивление, откуда вы взяли столько машин, как это вы разбили столько машин. Впечатление было произведено даже по комментариям, потому что мне мама, папа, тетя такие и подруга. Даша, они реально разбили столько дорогих машин. Создатели ролика отмечают, что во время съемок ни одна машина не пострадала. Их было задействовано не так много, и все остались целыми. В съемках было задействовано всего три машины. Это вот Гильдваген, Мазерати и Мерседес. То есть Мазерати – это машина, на которую ехал сам актер, и якобы он врезался в Мерседес. Мы стояли около Гильдвагена. Больше машин там не было. Нужно было объяснить людям, что это монтаж, все равно. Но даже, судя по тому, что вопрос повторялся несколько раз, впечатление было довольно серьезное. Ролик демонстрирует последствия неосторожного поведения на дороге и подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения. Не стоит отвлекаться лишний раз, ведь непредвиденные ситуации могут случиться в любой момент. Я сам родом из Иркутска, из Сибири. Мы ездили на Байкал летом, и так случилось, что я проколол колесо. И на этом дохлом колесе я, в общем, ехал еще пару километров. Я слышал звук, но не понимал, что происходит, потому что никогда со мной такого не было. Мне казалось, что тут происходит, видимо, дорога такая. А потом выхожу, смотрю, смятку все у меня колесо. Вот такой был случай недавно. Сами ребята итогом проделанной работы остались довольны. Они выражают надежду, что ролик и правда призовет водителей следить за дорогой. Это же правила дорожного движения, нужно соблюдать. Конечно, нужно, чтобы люди задумывались о том, что можно делать, что нельзя делать. Есть же правила, и некоторые люди, к сожалению, их нарушают. Благодаря таким социальным роликам, надеюсь, что некоторые люди начнут задумываться. И мне очень хочется верить, действительно, что просто люди на дорогах будут осознаннее. Потому что это важно, это очень важно. И мне хочется верить, что действительно мы сделали хоть небольшой, но важный вклад в осознанность водителей. Если ролик следить за дорогой прошел мимо вас, то посмотреть его можно в YouTube и Telegram каналах МассМедиа. Остров проклятых «Один плюс один», «Начало», «Чёрный лебедь» и «Гладиатор». Что объединяет эти фильмы? Невероятная музыка, которую жители Камчатки смогут послушать вживую. Ансамбль камерной музыки Force of Music представит программу «Хиты не о классике» в краевой столице в конце июня. Драмтеатр «Хиты не о классике» 26 июня в Драмтеатре будет очень интересная программа «Нео классика». Это мировые хиты, кинохиты в симфоническом звучании, всем известные мелодии из фильмов, которые, может быть, иногда эти мелодии мы так хорошо любим, потому что фильмы удались или наоборот, это неважно. А из таких известных фильмов, как «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Король лев», «Один плюс один», в общем, все мировые хиты. Ансамбль Force of Music – коллектив профессиональных музыкантов, лауреатов международных конкурсов, играющих в ведущих коллективах страны. Единомышленники, объединенные целью донести силу музыки до слушателя, погружая его в невероятный мир эмоциональных переживаний. Сифоническое звучание, оно только при участии классических, так сказать, инструментов. Это скрипки, виолончели и такой еще интересный инструмент, как кахон. В концерте прозвучат произведения ведущих композиторов наших дней – Людовика Эйнауди, Ханс Циммер, Макс Рихтер, Аула Вюр Арнольдс, Ян Тирсен. Стиль каждого из композиторов уникален, и лучшие их произведения создают полное представление, а не о классике. А авторские аранжировки предлагают взглянуть на них по-новому и переосмыслить направление в целом. Ждем всех ценителей симфонической музыки 26 июня в Драмтеатре. Влюбленных приглашают сыграть свадьбу в центре Петропавловска. Массовая свадебная церемония бракосочетания пройдет на главной площади 29 июня. Акция посвящена 17-летию образования Камчатского края. Как стать ее участником в эфире «Радио Камчатка» рассказала консультант отдела ЗАГС Петропавловска Мария Хакимова. Необходимо подать заявление. Можно подать заявление по порталу государственных услуг. Также на личном приеме в отделе ЗАГС города Петропавловска-Камчатского. Успеть подать заявление надо до 29 мая. Как добавила Мария Хакимова, зарегистрировать свой брак в отделе ЗАГС Петропавловска традиционно можно по средам и пятницам. Но по просьбе жителей двери ЗАГС открываются и в красивые даты, которые у молодоженов в последнее время пользуются особой популярностью. Для кого-то это просто желание иметь красивую дату, а кто-то верит в магию чисел. Так, к примеру, в пятницу 24 мая 2024 года свои судьбы связали 19 пар. Часто в красивые даты торжественную церемонию сопровождают дуэт «Грани». Это молодые музыканты Камчатской филармонии в составе пианиста и виолончелистки. Регистрация заключения брака происходит под музыкальное сопровождение дуэта. Исполнение живой музыки всегда вызывает восторг у приглашенных лиц. А также в летнее время на улице, а в холодное время в холле дворца звучит музыка для гостей и новобрачных в исполнении городского оркестра и его солистов, что и также является приятным сюрпризом. Желающих заключить брак в красивую дату значительно больше, чем в обычный день. Вообще 2024 год богат красивыми датами, которые в основном выпадают на теплое время года. А именно такие дни, как 24 июня – это понедельник, 24 июля – это среда, 24 августа – это суббота. И ЗАГС открывает торжественный зал, то есть не просто в кабинете распишутся, а прям под торжественную музыку. Отметим, что заявление о вступлении в брак подается не более чем за год до регистрации брака, но не позднее, чем за один месяц до дня свадьбы. Диана, Катюша, Лилия или Иванушка? Магазина с каким названием нет в Анадыре? Ответить на этот вопрос не смогли ведущие евражки шоу Анастасия Островская и Кеша Кулешов в рамках радиовызова. Каждую пятницу ребята связываются с ведущими шоу «Отмороженное утро» Чукотского радиопурга, а именно с Иваном Семиклетовым и Екатериной Трегуб. Ребята обмениваются любопытными новостями и испытывают друг друга вопросами из жизни своего региона. В прямом эфире 24 мая ребята сравняли счет. Теперь он 4-4. «Отмороженное утро» смогли ответить на один вопрос от камчатских евражек, в то время как удача покинула Анастасию Островскую и Кешу Кулешова. Магазина с каким названием у нас в городе нет? И варианты ответов. Иванушка, Катюша, Лилия или Диана? Мне кажется, магазин Диана возле дома есть в каждом городе. Катюша, Катюша, Диана, Иванушка и Лилия. Ну как будто бы... Лилия тоже у нас в городе, по крайней мере, точно я видела. И Диану я тоже видела. Я просто на наше название ориентируюсь. Я не знаю. Меня, если честно, смущает Диана. Диана это как будто бы чудо-женщина же, или нет? С последней страницы тройки? Абсолютно верно. Ну что, я доверяюсь тогда твоей интуиции, потому что мне кажется, все они имеют право на жизнь. Нет, подожди. Иванушка, я не знаю почему, это как будто магазин бытовой химии. Я не знаю почему. Такая ассоциация. Вот, Лилия, это как будто бы что-то типа цветочного должно быть. Что там еще было? Что еще было? Такое очень нестандартное мышление. Катюша, Иванушка, Лилия и Диана. Катюша, это как будто бы вот магазин, в котором можно пенное после 11 приобрести. Вот, который типа, мы же все свои, да? Вот это. А Диана, это как будто что-то инородное. В свою очередь, Иван Семиклетов и Екатерина Трегуб не ответили, почему одно место в Петропавловске, где раньше собиралась молодежь, называется Лапа. А потому что там стоит памятник французскому мореплавателю, Жану Франсуа де Гало де Лаперузу. Либо потому что здесь в 90-е местные коммерсы платили оброк криминальным группировкам, тем самым давали на лапу. Либо однажды туда зашел медведь и отпечаток его лапы, который он оставил, проходя по свежему асфальту, был сохранен как достопримечательность. Думаем, ребят. Я за третий. Я просто знаю, что медведей очень много на Камчатке. Ну, в этом году рысей больше. Это как бы самый простой вариант, но иногда они так делают. Мне он так нравится. Да. Ты представляешь, молодежь приходит, вот этот отпечаток лапы, они такие, встречаемся на лапе, и все, и она там есть. Ну, как будто дать на лапу очень сложно. И для молодежи, ну, такое себе. И неинтересно как-то, мне кажется. За де ла лу за лапа. Наверное, они запутывают нас этим. Вторым вариантом. Ну, вот немного первые меня это. Ну, что? Не знаю. Так какого же магазина нет в Анадыре, и что за лапа в центре Петропавловска? Узнать ответ можно, посмотрев видео-версию эфира в телеграм-каналах МассМедиа и Радио Камчатка.